Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. А сегодня у меня в гостях депутация, это депутатов городского округа Люберцы, Роман Викторович Антоненко. Здравствуйте, Роман Викторович. Здравствуйте. Ну, насколько мы выяснили, вы первый раз стали депутатом Совета депутатов, и у всех новичков, у нас здесь бывают и новички, и депутаты уже с опытом, которые три-четыре раза были депутатами, а вы вот в первый раз. Как у вас проходила избирательная кампания, но прежде, почему вы решили стать депутатом? Кто вас заставил? Знаете, еще в школьные годы, приняв решение стать медиком, поступить в медицинский институт, и далее, закончив медицинскую академию, когда я получал диплом, мы давали клятву врача Российской Федерации. Так. Не Гиппократа, как многие думают. Думаю, да. Именно клятва врача Российской Федерации, но она очень схожа с клятвой Гиппократа. И если взять суть и все, что вложено в эту клятву врача Российской Федерации, она очень схожа с целями и задачами, которые должен выполнять депутат. Неожиданное сравнение. Кроме того, работая в Люберцах с 2005 года, с окончания института, скажем так, я обрастал своими пациентами постоянными и так далее, которые становились и друзьями, и многие обращались с какими-то вопросами, которые... основное направление – это была медицина. Не только стоматология, потому что я врач-стоматолог, а именно по всем профилям. Ну, мы понимаем, да, потому что врач, какие-то определенные знакомства, в хорошем смысле, профессиональные знания, коллег, и, естественно, человек, приходящий к любому специалисту, он говорит, а нет ли у вас там человека, кого посоветуете? Это вполне нормально. Это, кстати, похоже на депутатскую работу, потому что тоже, да, все люди, которые принимают решения в городе и занимают, не зная о какой-то проблеме, с помощью депутата, в принципе, можно на эту проблему указать и решить ее. То есть по аналогии, да? Да, по аналогии именно так и получается. Хорошо. И решение было принято, и вы пошли... Какая у вас была программа? Чем вы убедили своих избирателей, что они решили все-таки избрать? Или просто потому что молодой, красивый врач-стоматолог точно у нас будет у всех зубы здоровые и так далее? Ну, основная программа и то, что в нее входило, это именно направление на здравоохранение. То есть медицинская тематика. Медицинская тематика, и проблемы в здравоохранении есть, да, как бы все об этом знают, их надо решать, и мы стараемся их решать и решаем. И... Вот это было ваше... Это было основное, да. И учитывая, что все сталкиваются с медициной... Ну, так или иначе, да. Или, так сказать, рано или поздно. Ну, скажем так, либо это профилактика, либо это лечение. Ну, да, конечно. То есть в любом случае, любой житель, не только городского округа Люберцы, да, в принципе, всей нашей страны, он сталкивается с этими вопросами. Ну, и вот тут сразу же такой момент, потому что я почему-то к этому уж прицепился, потому что очень важно, чтобы наши телезрители понимали, что депутаты обновляются, это первое. Что есть депутаты, которые продолжают свою работу, и как бы они нравятся избирателям, и избиратели за них голосуют, и хотят, чтобы они оставались на следующий срок. Есть депутаты, которые принимают свое решение, не идти дальше. Ну, я имею в виду, отработав какой-то срок по самым разным причинам. Есть депутаты, наверное, которые просто проиграли выборы, но в конце концов, это же выборы. Вот, вы депутат свежий, как у нас говорят, да, молодой, и, опять же, многие избиратели, которые, наверное, наверняка голосовали за вас с позиции, что вот он чего-то привнесет. Вот когда у вас была избирательная комиссия, с чем вы столкнулись, какие вы собирали, ну, может быть, еще не наказы, а пожелания избирателей, и пообещали их выполнить? Есть такое? Ну, если вернуться еще к предыдущему вопросу, учитывая, что я шел, избирался по первому округу, я являюсь руководителем Люберецкой стоматологической поликлиники именно расположена в этом округе. И многие избиратели, они видели мою работу. То есть я руковожу этой поликлиникой с 2018 года. И мы сделали очень большие изменения с моим коллективом при поддержке Минздрава Московской области. То есть поликлиника очень поменялась. То есть мы открыли детское отделение стоматологическое, которого не было никогда. А у нас, ну, это реальная проблема. То есть если говорить про детскую стоматологию, то есть вот этот вот наш куст, он был обделен. Тем более такой огромный, как бы, населенный пункт, как бы, без детской стоматологии. Да, такой округ, да, то есть, скажем так. И получается, у нас есть детская стоматология на северной стороне города. Но это разделение и транспортная доступность достаточно неудобны. Все должно быть плюс-минус в пешей доступности. Тем более это дети. Тем более дети, да. Мы обновили, как бы, всю поликлинику, все оборудование, увеличили количество стоматологических кресел, увеличили доступность. Поликлиника полностью преобразилась. И многие пациенты, там, не только мои, а именно пациенты поликлиники, которые увидели, что за последние несколько лет, да, что там... Конкретные изменения, да. Произошло с поликлиникой, да. Я думаю, что их решение... Перенесли на депутатскую, скажем так. Да, потому что, скажем так, если мы все здравоохранение сможем подтянуть, там, до такого уровня, то будет здорово. Ну, я думаю, что мы во второй части даже немножко еще поговорим, уж если позволите, но не так часто к нам приходит врач-стоматолог. Кстати, а как вы относитесь, когда врача-стоматолога иногда еще по старинке называют зубник? Не обидно? Или зубной, к зубному пойдем? Нет, нет, смотрите. Знаете, иногда даже старые мои пациенты там пишут сообщения, когда есть день зубного врача, праздник. Ага. И поздравляют меня с этим праздником. Я с точки зрения этикета говорю спасибо, но есть разделение, есть понятие стоматолог, есть зубной врач. Ага. А стоматолог – это высшее образование. Зубной врач – это среднее образование. И сейчас в России уже не обучают на зубного врача. То есть обучают на стоматолога? Либо стоматолог, либо всех зубных врачей. В принципе, сейчас учебные учреждения, которые готовили таких специалистов, они переквалифицировались и готовят либо на гигиенистов, либо на зубных техниках. То есть гигиенист – это тот, кто снимает зубные отложения, чистит зубы, профилактику проводит, а зубной техник – это тот, кто делает коронки. Все, я понял. Вот в этом разница. Хорошо, во второй части поговорим, потому что тоже интересная тема. Но сейчас все-таки вернемся к депутатству. Вот вы уже побывали на заседаниях Совета депутатов. Как вы находите вот эту новую работу? Прошло несколько месяцев еще после того, как все произошло. Как настроение у вновь избранного депутата? Настроение отличное. Совет депутатов вновь избранный поменялся в соответствии с предыдущим. Знаете, так сложилось, что где-то в плане своей работы, активности моей, вот с предыдущим Советом депутатов где-то процентов 80 депутатов – это были мои друзья и есть мои друзья. То есть те, кто и заново избрались, либо кто в этом году уже решил отдохнуть. И мы в той или иной степени решали какие-то вопросы. И без депутатства. И без депутатства. То есть либо они ко мне обращались по каким-то медицинским вопросам, либо я к ним обращался, когда ко мне обращались мои пациенты, мои друзья, и мы решали какие-то местные вопросы местного значения. Ну, а теперь вы их решаете уже как депутаты. Это все-таки немножко другой статус. Мне кажется, это расширяет ваши возможности, потому что вы теперь представляете довольно значительную часть населения, которые, конечно же, сталкиваются с медицинскими проблемами. И вы точно заметили, что медицина, собственно, как и ЖКХ, вот депутаты, которые у нас приходили здесь в студии, очень часто мы обсуждали эту тему, потому что это оно как бы вечная проблема. Не потому что оно плохое, это ЖКХ, а потому что оно, ну, такой организм живой, он все время... Постоянная динамика. Да, да, да. То есть так, как мы люди, мы же организм, поэтому мы ломаемся, у нас иногда бывают какие-то проблемы самые разнообразные. Ну, уж по стоматологии-то тоже понятно. Вот, но во второй части об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, вот если вы делаете ставку на медицинское направление, что сегодня, какие стоят проблемы? Это лекарства, я не знаю, там, оборудование, это профилактика населения, это какие-то другие медицинские услуги. Что вот вы видите, как депутат, ну, с таким медицинским направлением? Ну, сейчас немножко отвлекусь от вопроса. У нас очень интересный округ, ну, в принципе, Люберцево, вообще город очень интересный. Скажем так, мы шли четверкой. По нашему избирательному округу. И наша четверка, она как раз так разделилась. То есть у нас есть доктор, есть депутат, который работает в сфере ЖКХ, есть депутат, который работает в сфере образования, и есть депутат, который работает в сфере спорта. Ну, все, фактически. То есть мы перекрыли, то есть вот наш коллектив, да. Все проблемы основные. То есть мы их перекрыли, да. То есть это мои коллеги по моему округу, это Скисова Наталья, Троицкий. Была у нас. Да, да, была Троицкий, Леонид и Климанов Александр. Все были. Теперь вот мы закроем вас, вами сегодня четверку, квартет. И вот, да, наша четверка. Да, мы между собой очень дружно общаемся, и какие-то вопросы. И, да, мои коллеги, когда касается вопрос именно здравоохранения, они мне звонят, говорят, вот подскажи, то есть у меня вот есть такое обращение, как лучше здесь. По другим вопросам, соответственно, я у них прошу где-то совета, да, помощи. То есть такой пазл, который складывается, да? Да, да. И если говорить про здравоохранение, это вот как во всех вот этих вот направлениях, направлениях, сферах, естественно, есть проблемы во многом, да. Но проблемы решаются, как бывает мы адресно решаем проблемы. И такое очень часто бывает. Человек там, не дай бог, с каким-то заболеванием. Он направляет его к нужному специалисту. И он упирается во что-то, да, и не знает, куда идти, потому что здесь у него какой-то стоп, да, и он просто теряется. А вот эти вот моменты, они могут привести к очень плачевным вещам. Ну да, вплоть до психологических вещей. Психологических. Ну и, понимаете, многие диагнозы, их нельзя запускать. То есть эти вопросы должны решаться быстро. Ну а есть определенные протоколы, которые медики должны соблюдать. И медик не может ни в одну, ни в другую сторону, даже если он хочет где-то помочь. Поэтому здесь подключаемся мы, включая свои административные возможности, знакомство опять же, да, потому что мы все медики общаемся друг с другом. Вот. Что касаемо общих проблем, профилактика. Профилактика – это здорово. Она должна быть. Она имеет место быть. То есть в свое время немножко забыли про это. И было упущено. Это касается и стоматологии, и сердечно-сосудистых заболеваний. Многих моментов это касается. Сейчас это возрождается. Сейчас реально это возрождается. Сейчас и со стороны Минздрава Московской области много проектов, которые поднимают, развивают и занимаются. Но на это нужно время. Ну, понятно. То есть профилактировать-то лучше, чем лечить? В любом случае, да. Но результаты профилактики мы увидим только через года. А мы через несколько минут продолжим наше общение с Романом Викторовичем, депутатом сайта, депутатом городского округа Люберцы, потому что как это не... Ну, вот просто вот обычно в кабинете у стоматолога время длится бесконечно. А у нас первая часть пролетела очень быстро. Так что после перерыва вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А у нас в гостях Роман Викторович Антоненко в депутации это депутатов городского округа Люберцы. И вот отталкиваясь от той темы, которой мы завершали первую часть, говорили мы о профилактике. То есть программы существуют, и есть вероятность, что все-таки вам и как врачу, и как депутату удастся тоже постепенно, не сразу понятно, что это не за один год делается, все-таки переубедить население, что лучше, чем болеть и лечить то, что уже иногда трудно вылечить, все-таки нужно за собой следить. Вот как мы, опять же, на примере ЖКХ, для того, чтобы трубу не прорвало, за ней нужно следить и вовремя ее менять, если есть такая возможность. Ухаживать. Вот вы, когда встречаетесь с пациентами, и с одной, как врач, да, ну, у вас есть, наверное, какие-то данные, сколько приходят пациентов, как часто происходит лечение, кто приходит и так далее. И как депутат, вы тоже общаетесь с людьми, и они идут к вам как к медику, говорят о других проблемах. Как вы считаете, готово население, понимает оно, что пора уже все-таки заняться профилактикой, а не дожидаться, пока рак, что называется, на горе свистит? Сейчас вот именно тот период, когда люди стали это понимать. Люди стали заниматься собой, люди стараются уже заниматься профилактикой. Это касаемо и зубов, да, это касаемо и всех органов, то есть всего организма. То есть сейчас уже, скажем так, поменялось, очень много поменялось. Это и пропаганда определенная, которая идет у нас везде. Ну, смотрите, там курение практически, ну, вот как раньше было, даже трудно, я сам курил, поэтому я помню, что курили все везде, а сейчас практически и не увидишь человека. Да, то есть раньше это было на каждом углу, везде бычки, и рестораны, то есть везде как бы это все было. На рабочем месте люди курят. Да, то есть сейчас уже этого практически нет. То есть в любом случае, то есть пропаганда, и плюс люди сами уже начинают понимать, что нужно заниматься собой. Опять же, вот тут и депутатская, и медицинская все сходится в одном, и человеческая, потому что все-таки наша задача прожить-то как можно больше, чтобы прожили наши родные, близкие. Да, раньше люди жили до 35-40 лет, и сказались уже стариками какими-то. Сегодня вполне можно жить более-менее в нормальном человеческом состоянии довольно долго. Ну, не могу не коснуться все-таки помочь от депутата, который еще является и не просто стоматологом, а человек, который развивает стоматологию в городском округе люберцы. И так как все мы, а уж тем более мы работники телевидения, это одни из наших любимых врачей, потому что мы же говорим, никуда не денешь наше лицо. Тут есть одна маленькая тема. Население, опять же, это и касается избирателей вашего округа, любого жителя городского округа люберцы. Оно, как правило, делится на две, наверное, составляющие. Те, кто действительно следят за своими зубами, где-то когда-то прочитав, что все с зубов начинается, вот, и все с выпадающими зубами заканчивается. А есть люди, которые не обращают на это внимания, и очень часто мы видим, ну, вот мы только что обрадовали с вами курению, но там есть другие способы, да, как можно портить зубы, вплоть до еды, до питья и так далее. Ну, да все, что угодно практически. Изменилось сегодня все-таки у населения отношение к вашей профессии, к стоматологии. Идут к вам люди. Почему? Потому что есть же еще один парадоксальный момент. К слову, стоматолог – это всегда в скобочках теньки. Изменилось. Но сейчас, как бы, вот давайте не про деньги, а вообще про отношение к стоматологии, да. Если взять стоматологию 20 лет, 30 лет назад, и стоматология сейчас – это абсолютно… – Небо и земля. – Да, две разных вещи, да. И вот то поколение, которое захватило вот ту стоматологию, это без анестезии, все на живую, да, так скажем. Я прямо сейчас помню в школьном кабинете привезли этот парад. Старые стоматологические установки, как там приходят пациенты, которые там были с веревочками и так далее, да. То есть вот это все у многих еще в памяти осталось. Да, я когда начинал… – Успели на них, да, немножко? – Да, я успел, да. Я поработал на них, прилично поработал. Вот сейчас современная стоматология, современное оборудование, обезболивание, поэтому пациент, то есть в кресле, может сидеть абсолютно спокойно. Здесь уже мы договариваемся, скажем так, на берегу, да. Вот. Есть кто-то приходит, кто боится уколов, да. Да, там мы можем чем-то помазать, да, анестезирующим средством, да, чтобы это было там безболезненно и так далее. То есть сейчас стоматология в этом плане. То есть люди начинают, вернее, забыть это невозможно, тут стоматология, да, вот, но они сравнивают и… – Не, ну не видно, конечно. – Да, и идут с удовольствием уже на прием. Хотя упустив определенный этап, да, и потеряв здоровье за это время. Что касаемо финансов. Да, стоматология есть платная, есть бесплатная. Бесплатная – это прием по ОМС. Если говорить про ОМС, да, в ОМС не входит все, что можно сделать в плане стоматологии, но основные моменты, да, те же самые пломбы, лечение и так далее, лечение с помощью, там, с использованием, так, любимых в народе световых материалов, да, это все, это входит в ОМС. То есть все-таки ОМС работает. И какой принцип назначает кто, как, вот, например, если человек, а не срочная зубная боль, ну, вот он должен пройти какой-то профилактик, ну, не знаю, почистить зубы, это тоже не входит в ОМС, но сделать простую пломбу… – Нет, чистую зубы входит. – Входит, да. Там есть определенные ограничения, но входит. – То есть он должен к кому обратиться, чтобы получить бесплатные стоматологические услуги по ОМС? К вам или к своему терапевту? – Нет, ну, вот говорим про мое непосредственно учреждение, Любилецкая стоматологическая поликлиника, да, то есть если с острой болью паспорт полис, он прибегает, и по острой боли, ну, в ближайшие, там, ну, максимум полчаса, то есть мы стараемся, как бы, принять пациента, ну, от загруженности, но, как правило, мы стараемся выделять, чтобы у нас был всегда доктор, который работает именно на острую боль. – Ну, да, потому что надо тут же решать. – Да, 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 то есть… – Поэтому это решается. Если… То есть он прикрепляется к поликлинике с паспортом полисом… – То есть он как бы к стоматологической поликлинике? – К стоматологической, да. То есть он не открепляется от других поликлиник, ничего именно к стоматологической, и он получает помощь, он также может потом записываться, как и во все поликлиники, то есть по всем известным способам записи в государственную поликлинику. – Ну, и ещё пару стоматологических вопросов, и уже будем потихонечку завершать. На депутатском, так сказать, уровне. Скажите, материалы. Понятно, опять же, мы подразделяем, если есть люди, которые готовы заплатить, и у которых есть возможность, это нормальный процесс. То есть на сегодняшний день, как вы оцениваете те материалы, которые существуют в стоматологии? Насколько мы, российская стоматология, которую вы сегодня представляете в нашей программе, целиком, полностью знаем все современные методики лечения и протезирования, и прочих операций? У нас есть достойные материалы, есть аналоги, которые где-то тяжело заменить, но сейчас в связи с последними событиями все равно уже появляются заменители и так далее. То есть у нас и в Томирино есть завод, то есть не так много заводов, производящих стоматологические материалы. То есть у вас прям под боком. Один есть у нас здесь. Вполне достойно. И если говорить про ОМС, ОМС – это именно материалы отечественного производителя. Иногда бывают импортные аналоги. То есть если по ОМС за лекарства отплатить тоже не нужно? Нет. То есть только если речь идет о платных услугах, тогда человек уже сам выбирает, вы можете предлагать тот вариант, тот вариант. И вот если говорить о платных услугах, то сегодня в связи с замещением, импортозамещением, в принципе пациент, еще раз говорю, у которого есть деньги, который хочет поставить себе что-то там сверхъестественное, он может это сделать. Может, да? Может. Еще такой вопрос протезирования и вообще зубные технологии или стоматологические технологии. Вот тот самый вопрос, который я так вроде немножечко хотел адресовать вам, скажу, спрошу сейчас. Правда, что от зубов все? Вот некоторые люди же приходят и говорят, вырвите мне все зубы и поставьте мне красивые, перламутровые, я уж там не знаю, да еще с какими-нибудь бриллиантами. Ну, люди же есть разные. Есть разные, да. И такие пациенты есть. Все-таки вы считаете, что нужно бороться за свои зубы? Почему это, на мой взгляд, важно? Потому что нас слушают телезрители, у которых у многих начинается проблема заболеваемости зубов, и иногда они стоят перед выбором. Запустить это дело или все-таки лечить? Смотрите, здесь вот вопрос, да, если мы говорим о то, чтобы вопрос о сохранении зубов, да, но здесь опять же нужно смотреть клинику, то есть клиническую ситуацию. То есть очень часто бывает, что, да, проблемный зуб, там, какая-нибудь киста на нему, или еще что-то, да, какие-то проблемы. Пациенты приходят, там, умоляют о том, что, там, вот давайте мы его попытаемся сохранить. Очень часто это бывает нецелесообразно с точки зрения, что это может вызвать большие проблемы. Более тяжелые осложнения. На данном этапе пациент этого не понимает, потому что сейчас ничего не беспокоит. Но когда мы там притронемся или начнем что-то там, закрывать этот зуб коронкой, и он потом даст обострение, то есть будет намного хуже, чем мы сейчас расстанемся с этим зубом и заместим его там либо коронкой, либо процессом. Ну, то есть опять же, все индивидуально. Все индивидуально, да. Собственно, как и работа депутата индивидуально. У нас остается минута времени. Я хотел, чтобы, возвращаясь к вашим депутатским обязанностям, я понимаю, что сейчас вы на таком этапе уже вроде бы процесс вошли, но тем не менее. Две работы у вас теперь. Основная официальная, скажем так, и вторая официальная, но общественная нагрузка. И иногда может быть сложнее. Где вы принимаете, как к вам можно попасть для ваших избирателей, сообщить эту информацию? Телефон для связи 8903-661-3556. Это мой личный мобильный телефон. Не всегда могу взять. Если не беру, то можно написать в каком-то мессенджере, да, соответственно. То есть к мессенджерам привязан? Да, любой мессенджер, да, соответственно, отвечу. Принимаю как раз у себя в поликлинике. Но не в кабинете, где... Не в административном кабинете. Приемные дни каждую, не каждую, вторую, четвертую среду с двух до четырех. То есть у меня идет прием граждан. Но учитывая, что есть телефон, есть контакт, люди, да, могут всегда обратиться. И мы постараемся помочь. Представляете, уважаемые телезрители, редчайший случай, когда у вас теперь есть телефон самого главного врача Люберецкой стоматологической клиники. Это же круто. Но это не значит, что нужно звонить и говорить, помогите мне вылечить зуб. Хотя, если такая проблема будет, вас направят куда-нибудь. Да, я направлю, да. В любом случае определю там коллеги. На самом деле, если вы зайдете в поликлинику, будет висеть моя фотография с моим номером телефона. Вот так вот. Ну вот так вот. Ну и, значит, депутатские теперь вопросы. И как мы поняли, не комиссия, вернее, вот эта четверка, которая закрывает округ, она решает и ЖКХ, и спорт, и образование. Все депутаты этой четверки у нас побывали. Мне кажется, что у Романа Викторовича тоже все получится. Почему? Потому что, ну, иногда надо человеку посмотреть в глаза, как мы помним, говорили, да, в свое время. Роман Викторович Антоненков, депутат, это депутатов городского округа Люберцы. И как правильно, главный врач, да, стоматологической, или как? Главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники. Был гостем нашей сегодняшней программы. Мы желаем вам красивых, замечательных зубов, и, конечно же, чтобы все эти проблемы, которые у вас появлялись, вы теперь знаете, как в округе Романа Викторовича обратиться к нему, чтобы они решались. Ну, а мы, Романа Викторовича, приглашаем на программу о стоматологии, поговорить о возможностях, о том, что сегодня делается, что не делается. То есть, это вот людям очень интересно, потому что, мне кажется, пришло время еще и просвещения в этом вопросе, чтобы люди, что называется, понимали и думали о своем здоровье, которое в том числе состоит из зубов, которых явно не у всех осталось 32. С вами была программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова